Добрый вечер, это Енисей. Новости в студии Сергея Инжутов. Смотрите в этом выпуске. Мы в финале. Мужская сборная России по хоккею с шайбой обыграла соперников из Канады. И снова пьедестал наш. Российские лыжницы взяли все призовые места в масс-старте. Погода тоже ставит рекорды. Аномальный плюс обещают синоптики к концу недели. Металась по мосту и бродила по дворам. В Красноярске все утро спасали раненую косулю. Ну и начинаем с одного из самых ярких сегодняшних соревнований. Финальный матч Россия-Канада по хоккею с шайбой среди женщин закончился буквально несколько минут назад. И закончился победой наших. За игрой наблюдал Сергей Кузовков. Сергей сейчас в прямом эфире. Добрый вечер. Встреча оказалась непростой. Как это было? Что творилось на трибунах? Поздравляю, коллеги, с еще одним российским золотом в рамках предпоследнего соревновательного дня универсиады. Ох, и тяжелым получился поединок россиянок против канадской сборной. Хотя, наверное, мы этого не ожидали по результатам группового этапа. Например, наши девушки выиграли за счетом 4-2. В перерыве мы пообщались с болельщиками, которые пришли сюда поддержать нашу российскую сборную. Игроков берутся, которые выступают за российскую команду. И давайте послушаем их мнение о том, как складывался поединок, по их мнению, после первого периода этого матча. Хорошая игра, сложная для нас. Но наши девчонки хорошо смотрятся. Канада навсегда остается Канадой, а потом классная команда два раза подряд не проигрывает, а Канада всегда привозит в хорошую уровень. Нам очень нравится вообще. Наши девчонки молодцы. И мы очень рады, что мы сюда попали. Нас вдохновляет такая атмосфера замечательная. Мне все очень нравится. Мы болеем, уже немножко охрипли. Мы приехали специально из Ростова, чтобы сходить на универсиаду. Посмотрите, какая атмосфера здесь, на трибунах арены Север. Люди ждут. Совсем скоро здесь начнутся награждения всех трех сборных, всех призеров этого женского хоккейного турнира в рамках универсиады. Ну и, конечно же, поздравим еще раз наших девушек, которые со счетом 2-0 в трудном поединке обыграли канадскую сборную разночального хоккея. Сложная получилась встреча для наших девушек. Только в третьем периоде открыли счет подопечные Александра Чистякова. Ну и сделала это Леана Ганеева блестящим броском. Она открыла счет в этой встрече. Ну и в самом конце матча канадки уже пытались отыграться, сняли вратаря и получили пустые ворота. Это символично, наверное, что шайбу, вторую шайбу ворота наших соперниц забросила лучший бомбардир женской хоккейной лиги Алифтина Штарева. 2-0. Вот так закончился этот поединок. Совсем скоро здесь в арене Север начнется награждение. Ну и мы хотим поздравить, конечно же, россиянок с этим великолепным успехом. Ну и наша Надежда Морозова из Бересы стала уже трехкратной победительницей Всемирных Зимних Универсиад. Ранее она это сделала в Испании. Два года назад в Казахстане. И вот теперь у нее третье золото Всемирные Зимние Универсиады. Также еще три девчонки из нашей Бересы завоевали медали, золотые медали этих игр. Еще раз поздравляю. Ну и ждем церемонию награждения. Ну и завтра обязательно покажем самые яркие кадры этого матча и комментарии наших чемпионок. Спасибо. Это был мой коллега Сергей Кузовков. И еще одна яркая победа и долгожданный выход в финал. Российская мужская сборная по хоккею шайбой обыграла соперников из Канады. Итоговый счет 5-1. Матч проходил в Кристалл-арене при полных трибунах. За его ходом и развязкой наблюдали тысячи зрителей. Среди болельщиков были и губернатор края Александр Ус и заместитель председателя правительства России Ольга Голодец. Наша команда изначально подходила к этой встрече фаворитами и уже с первых минут начала доказывать свое лидерство на деле. Две шайбы в ворота соперников. В первом периоде забросил нападающий Денис Орлович Грудков. А во втором периоде мы только укрепили свое преимущество. Однако канадцы резко увеличили темп и смогли отыграть одну шайбу. Уже завтра нас ждет не менее зрелищный финал. Соперниками россиян будет сборная Словакии. Прямую трансляцию матча смотрите на нашем канале в 15 часов. Вышли в финал, победили канадцев. Что бы сказать, игра складывалась в нашу пользу все время. Хорошо, что забили в первом периоде два гола быстрых и достаточно почувствовали уверенность. Так что думаю, все отлично. Будем двигаться дальше к финале, выиграть только золотые медали. Это не то, на что мы рассчитывали, разумеется. Конечно, мы, как и любая другая команда, хотели победить. Но, к сожалению, ход матча и пенальти показали, что сегодня была не наша игра. Один из последних комплектов медали сегодня разыграли в лыжных гонках. 15-километровый забег свободным стилем, или так называемый масс-старт, преодолели женщины. Смогли ли на этот раз спортсменки из сборной России занять весь пьедестал, расскажет Евгения Шелковникова. 15-километров масс-старт, стиль свободный, и соревнования проходят по двум кругам. Массовый забег лыжниц на Красноярском универсиаде стал едва ли не самым зрелищным и азартным стартом состязаний. 55 спортсменок одновременно ринулись в погоню за последними медалями под оглушительные аплодисменты. На зрительских трибунах творится что-то невероятное. Практически нет ни одного свободного места. Поболеть за наших спортсменок, за россиянок, приехали гости со всей страны. Пока спортсменки одна за одной преодолевали 12 контрольных отметок, болельщики поддерживали своих фавориток. Это не сравнить, что по телевизору показывают, а что здесь находится. Прямо атмосфера потрясающая. Мы лыжники, чисто лыжники. И святое дело по присутствию здесь. Очень-очень нравится. Ваша земляшка кипитику, не только ваша, но и наша тоже. Она выступает за отборой Татарстана. Нам приятно находиться в Красноярске. Очень хороший город. Погода прекрасная, мы же. Мы любим выжить. Спасибо за счет Красноярска. На лыжни сегодня было по-настоящему жарко. Конкуренцию нашим девушкам составили титулованные спортсменки из Японии, Чехии и Казахстана. И действительно первые 7 километров за медали развернулась нешуточная борьба. Однако россиянки не оставили соперницам ни единого шанса. Бронза у Яны Кирпиченко, серебро забирает Екатерина Смирнова. Золото уже четвертое на этой универсиаде у Алисы Жамбаловой. Трасса, да, очень тяжелая. Сегодня мы бежали немножко по другому кругу, чем предыдущие дни. Эта трасса была сложнее. С самого старта все задали очень хороший темп. И было достаточно тяжело, когда с каждым километром скорость только наращивалась. Перед каждой гонкой заново настрой, не обращая на предыдущие победы. А сегодня я уже наконец-то могу выдохнуть с полным облегчением теперь. Как довольствоваться этими медалями и хорошенько отдохнуть. Ну а в заключительный день универсиады 12 марта будем болеть за мужчин. 76 спортсменов в погоне за золотом преодолеют свободным стилем дистанцию в 30 километров. Евгения Шелковникова, Татьяна Рябова и Сергей Камашев. Енисей. Новости. Очередное золото в копилку сборной России на зимней универсиаде принесли сегодня фристайлисты. Наши спортсмены стали лучшими в скикроссе. Одной из самых экстремальных дисциплин студенческих игр. Четыре человека одновременно выходят на старт. Лучшим становится тот, кто быстрее и с наименьшим количеством ошибок спустится по сложной трассе с препятствиями. В результате первые два места на виде стали и у юношей, и у девушек достались россиянам. Бронзовые медали получили Клара Каспарова из Чехии и Флориан Вальсмсан из Германии. Честно, я до сих пор немножко не осознаю, но мне очень приятно, я очень доволен, рад результатам. Может быть, заезд финальный был немножко простой, но это скикросс. И чтобы доехать до большого финала, нам пришлось тоже многое сделать. Эмоции, конечно, сильно разрывало, но мы постарались. Я рад за то, что мой друг с командой занял второе место. Было бы лучше, если бы еще третий наш товарищ занял бы третье, но, к сожалению, не всем везет, потому что это непредсказуемый вид спорта, контактный. Итак, в общей сложности. В предпоследний день универсиады разыграли пять комплектов наград. Россия продолжает удерживать безоговорочное лидерство. Сейчас в копилке наших спортсменов 39 золотых, 38 серебряных и 31 бронзовые медали. На втором месте по количеству золота Южная Корея. На третьем – Япония. У них четыре высших награды. Ну что ж, борьба продолжается. Окончательные итоги универсиады будут подведены 12 марта. А вот что будет со спортивными объектами, об этом рассказали уже сегодня. Кластеры, ледовые дворцы, арены, модернизированная городская инфраструктура – все это остается в Красноярске. Как распорядятся этим наследием, расскажет Алина Штоколова. Универсиада преобразила Красноярск. Сейчас об этом можно говорить с полной уверенностью. 34 объекта, спортивные кластеры, ледовые дворцы и арены, больницы, мосты, дорожные развязки и даже аэропорт. Обо всем этом мы могли бы только мечтать еще не один десяток лет. Именно международные студенческие игры превратили надежды в реальность. Однако построить это только первый этап. Главная цель сделать так, чтобы современные комплексы не простаивали, а наоборот работали в режиме 24 на 7. Например, здесь на Сопке уже через неделю пройдет чемпионат России по всем видам фристайла. А на следующий сезон запланированы уже международные соревнования по керлингу, хоккею с мячом, сноуборду и ориентированию. Качество подготовки наших объектов позволяет проводить соревнования такого уровня. Кстати, участники 29-й Всемирной зимней универсиады до сих пор под впечатлением от красноярских трасс. Все объекты, все трассы и все, что нам было необходимо для тренировок, было великолепно подготовлено. Сами соревнования тоже прошли на очень высоком уровне. Все было очень здорово. У меня остались прекрасные впечатления и я рада, что смогла победить. Международные эксперты называют универсиаду прекрасным трамплином для развития спорта в крае. Опыт столиц предыдущих студенческих игр показывает. После соревнований в разы вырастает интерес к здоровому образу жизни и занятиям физкультурой. Всемирная организация здравоохранения, она приводит такие цифры. Здоровье населения только на 10% зависит от уровня развития медицины. И на 50-60% зависит от образа жизни, где самый главный фактор – это физическая активность населения. Так вот, если мы хотим получить здоровую нацию, надо пригласить Всемирную универсиаду. Это действительно работает. Красноярск уже поставил рекорд по проданным билетам. Больше 220 тысяч человек посмотрели, как соревнуются студенты со всего мира. В Министерстве спорта говорят, во время универсиады на них обрушился целый шквал звонков от родителей, которые хотят записать детей в секции. И появившаяся материальная база позволяет принять больше юных спортсменов. В 2019 году мы увеличим количество занимающихся детей на 2000 человек. Для нас это тоже показатель, к которому мы стремимся. Для нас новые виды спорта, такие как шорт-трек, тоже обрели очень большую популярность. И сегодня мы понимаем и работаем уже с федерацией по привлечению профессионального тренерского состава, для того, чтобы мы могли развивать эти виды спорта. Есть еще одно важное наследие нашей универсиады, и оно нематериально. Это бесценный опыт, который получили все, кто причастен к организации, освещению и проведению игр. Это отличная образовательная программа. Не так много соревнований подобного уровня проходит в мире, где можно было бы получить такой международный опыт. После этого можно проводить различные всемирные мероприятия, не только спортивные. Вы получили профессиональную команду, и это очень важно. Например, волонтеры. Их работа была великолепной. Это действительно что-то фантастическое. Они были частью игр, частью международного взаимодействия. Порой это было сложно, но поверьте, теперь их ждет большое будущее. Так что универсиада подходит к концу, но для всех нас это только начало. Теперь в Красноярске есть все, чтобы воспитывать новых чемпионов. И самое главное, мы получили город, в котором приятно и хочется жить. Алина Штокова, Максим Галатый, Алексей Гусев, Енисей. Новости. Чем закончилась операция по спасению в Красноярске Касуле, расскажем через пару минут. Это будет грандиозное шоу. Церемония закрытия зимней универсиады 2019. Прямая трансляция на Енисей. Спонсор трансляции Азиатско-Тихоокеанский банк. Дни идут, а она не меняется. Такая же прекрасная, как в начале. Я уверен в ней. Постоянная ставка по кредиту до миллиона рублей. 11,8% годовых. Азиатско-Тихоокеанский банк. Все удобное, просто. Что такое атрибуты здорового сна? Это матрасы, кровати, диваны, разработанные специально для ежедневного комфортного сна. Подушки, одеяла, основания для матрасов. Все, что необходимо для полноценного и здорового отдыха каждый день. Компания «Атрибуты здорового сна». 15 лет дарим комфортный сон. Артрит, артроз, остеохондроз. Болезни суставов могут надолго выбить вас из колеи. Выход есть. Современные технологии и эксперты клиники «Доктор Ост» помогут справиться с этими проблемами без боли и операций. Запишитесь в «Доктор Ост». Современная лазерная коррекция зрения. Новейшая методика «Смайл». Более точная и менее травматичная только в «Смайл-центре» Красноярска. Бесплатная консультация 287-77-33. Губернаторский управленческий резерв. Краю нужны современные руководители. Вы активны, устремлены в будущее, готовы добиваться результата. Участвуйте в конкурсе «Губернаторский управленческий резерв». Заявки принимаются до 20 марта. Подробности на сайте командокрая.рф. Это Юнисей. Новости. Свои рекорды продолжает ставить погода. Красноярцев ждет аномально теплая неделя. В первой половине столбики термометров будут колебаться от минус пяти до плюс пяти. А вот в пятницу и субботу воздух в краевой столице прогреется до плюс двенадцати. Это на 13 градусов выше климатической нормы. В этот период даже ночные температуры будут плюсовыми. Однако в ночь на воскресенье снова резко похолодает. И вот что интересно, в течение следующих суток температура не поднимется выше нуля. В районах края похожая картина. Синоптики обещают, что осадков на этой неделе, в отличие от прошлой, будет значительно больше. Они будут идти в виде снега, мокрого снега. И что интересно, в четверг и в ночь на пятницу, возможно, даже с дождем. Но дождь ожидается незначительно. И начиная с десятого года, вероятно, это первый раз, когда у нас осадки в виде дождя ожидаются в середине месяца. Но может быть что-то изменится в атмосфере, может быть они пройдут в виде мокрого снега. Настоящая операция по спасению косули развернулась в Красноярске. Испуганного оленя увидели сначала на Николаевском мосту. Он в ужасе метался среди машины и пытался перепрыгнуть через ограждение. А на голове и на боку у животного виднели следы крови. Чуть позже его заметили уже в частном секторе, на правом берегу и на детской площадке. Поймать косули удалось в районе станции Енисей. Специалисты Роева ручья действовали быстро. Чтобы доставить оленя в парк, ему пришлось вколоть снотворное. После осмотра ветеринаром выяснилось, это трехлетний самец. И серьезных травм у него, к счастью, нет. Только повреждения копыт в результате долгой беготни по асфальту. Как минимум неделю животное проводит под наблюдением специалистов. Затем его вернут в естественную среду обитания. По пути миграции этих косуль проходят через границу нашего города. И не только через границу, но и через город. Потому как город расстраивается, соответственно, животное, привыкшее ходить по этим маршрутам, эти маршруты у них и остались. Животное знает, куда оно идет. Наша задача максимально создать ему условия, чтобы он не попал под машину. Ну, соответственно, снизите скорость, не кричите, не машите руками. Дайте возможность животному самостоятельно преодолеть этот путь и попасть в лес. Гостям универсиады показали первозданную Россию. Так называется уникальная фотовыставка, открытая на основных объектах студенческих игр. Этот проект объединяет более тысячи фотографов-натуралистов со всей страны и позволяет увидеть заповедные уголки нашей необъятной Родины. Подробности в следующем сюжете. Пока главный Кавказский хребет покоится в лучах заходящего солнца, рядом извергается трехкилометровый Камчатский вулкан. Белый медвежонок на северном острове в Арктике штурмует льдины, а ушастый тюлень в Охотском море вальяжно греется на камне. На выставке «Первозданная Россия» можно изучать одновременно и географию, и биологию нашей бесконечно огромной Родины. Как фотографируют животных и птиц. Я знаю, что там люди сидят по несколько часов для того, чтобы один снимок сделать. И поэтому там, где животный мир, мир птиц, это я всегда останавливаюсь и как завороженная смотрю. Удивительные фотографии. Мастер, браво, мрастер. Выставка очень красивая, замечательная, заинтересовала нас. Мы прям с удовольствием посмотрели все эти картины. Очень довольны. Проект «Первозданная Россия» объединяет более тысячи фотографов-натуралистов из 50 регионов страны. С аппаратурой наперевес они погружаются в дебри нетронутой природы и создают уникальные пейзажи и портреты животных. За пять лет существования проекта удивительные работы посмотрели 3 миллиона человек в 70 странах мира. А теперь лучшие кадры представили и на выставке в Красноярске. Мы посмотрели все фотографии в восторге. Как можно было схватить такие кадры удивительные? Просто в восторге. Вы видели, как там медведи машут рукой? Разве такое можно увидеть? Алисамы шкуловят. Очень интересно, я думаю, познавательно, особенно для иногородних, там даже иностранных гостей. Действительно показывает всю красоту и мощь. В прошлом году к популяризации проекта присоединилась компания «Суэк». Благодаря ей коллекция фоторабот побывала в 8 шахтерских регионах страны. В Красноярске выставку специально провели во время универсиады. Чтобы увидеть самые эффектные природные уголки России смогли и гости города. Экспозиции открыли в арене «Кристалл», арене «Платинум», дворце Ирыгина, краевой филармонии и деревне универсиады. Мария Антюшева, Алексей Гусев, Енисей. Новости. Хлебом, солью, песнями и танцами встретили делегацию швейцарского города Люцерн в красноярской школе номер 150. Старшеклассники решили устроить гостям экскурсию и рассказать о Красноярске, о герое Советского Союза Василии Молокове, чье имя носит учреждение. И, конечно, о своих увлечениях. Иностранцам предложили сыграть в настольный теннис и станцевать под зажигательные мелодии вместе с символом универсиады и лайкой. Швейцарцы признались, что были приятно удивлены таким вниманием Красноярском универсиаде и вовлеченностью красноярских ребят в спорт. Действительно, для нас было большим сюрпризом, когда мы посетили соревнования по биатлону «Женский масс-старт» и увидели там красноярских школьников, поддерживающих швейцарских спортсменов. Поэтому этот опыт город Люцерн хотел бы у себя внедрить в части поддержки иностранных команд. Мы удивлены, как нас встречают. Какая интересная школа, какие интересные здесь виды деятельности. В Швейцарии, наверное, мы такое бы не увидели. Красноярск для меня очень интересный город. Он разноплановый, с разными гранями и интересными людьми, которые здесь живут. Мне очень понравилось. Кстати, именно Люцерн уже через три года примет следующую зимнюю универсиаду. Поэтому одной из главных целей визита стал обмен опытом, в том числе и по вовлечению школьников в такие масштабные мероприятия. Например, ребята рассказали швейцарцам о специальной программе, когда ученики на студенческих играх поддерживают сборные разных стран. Этот проект успешно реализовали в Красноярске. Сами ребята уверены, это было очень полезно и интересно. Это международный уровень, поэтому мы очень сильно этим гордимся и хотим как можно больше интересных знакомств завязать, хотя бы вот с этими четырьмя интересными людьми. Где в сибирской глубинке можно увидеть Кремль в миниатюре, расскажем после рекламы. Это будет грандиозное шоу. Церемония закрытия зимней универсиады 2019. Прямая трансляция на Енисея. Спонсор трансляции Азиатско-Тихоокеанский банк. Высокое качество, широкий ассортимент, большой объем продукции на складе. Доставка в любую точку России. 237-37-37. Торговый дом Енисей Пром. Профессионально. Качественно. Продолжаем выпуск. В понедельник у православных верующих начался Великий пост. Самый длинный в церковном календаре и самый строгий. Согласно уставу, на всем его протяжении запрещено употреблять любую животную пищу. Мясо, рыбу, яйцо, молочные продукты. А в первые пять дней исключается даже растительное масло. При этом церковь велит проявить благоразумие. Тем, кто имеет проблемы со здоровьем и беременным женщинам, нужно в первую очередь соблюдать рекомендации врача. Также священники напоминают, это не диета. Смысл поста далеко не только в пищевых ограничениях. В этот период следует отказаться от развлечений и любых излишеств. Завершится пост празднованием Христового Воскресения или Пасхи. В этом году ее будут отмечать 28 апреля. Человек должен найти в себе то, что является его страстью, и постараться за время поста побороть эту страсть. Вот смысл Великого поста и смысл всего подвига. Как писал один немецкий поэт, бой самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед, победа над собой. Вот задача человека в течение Великого поста немножко победить себя. Ученики и педагоги одной из стасеевских школ каждое утро идут на уроки мимо Кремля. Речь, конечно, не о знаменитой московской крепости, а его точной миниатюрной копии, которая стоит в сельском дворе. Построенное много лет назад, сооружение уже давно стало местной достопримечательностью. Вот только сейчас он нуждается в реставрации. Анастасия Мосина побывала в Тосеево и узнала, что делают для спасения уникального объекта. Сперва одну поставили, потом поставили вторую, потом стенку. Вы понимаете, вот тут дети поломали, тут еще красивые зубцы вот так вот стояли все. Миниатюрная копия знаменитой крепости в сибирской глубинке появилась около 20 лет назад. С тех пор ее еще ни разу не реставрировали. Кое-где уже вывалились кирпичи, а стены местами покрылись трещинами. В начале 2000-х Александр Иванов был директором Тосеевской школы. Местный Кремль строили на его глазах. Занимались этим неизвестные архитекторы и проектировщики, а сельский умелец, учитель физкультуры Владимир Черняк. Жаль, что из Тосеева он уже уехал, а так бы сам рассказал. Чтобы сделать копию архитектурного сооружения в масштабе 1 к 10, потребовались десятки тысяч кирпичей. Песок, цемент, ну и вода. Вот у него формочки такие маленькие были, несколько штук. И он в эти формочки штук всю зиму делал. Очень долго это было, работа такая тяжелая, будем так говорить. Подумать только. Для того, чтобы поставить, например, вот эту башню, необходимо было изготовить порядка пяти тысяч крохотных кирпичиков. Размером они чуть больше спичечного коробка. На возведение трех башен и стен сооружений ушло 10 лет. Правда, с годами местная достопримечательность начала терять свою привлекательность. Учителя уже создали рабочую группу, чтобы подготовить проект для участия в президентском гранте. Здесь очень надеются, это поможет сохранить уникальный объект. Если будет достаточное количество денежных средств, то мы не только отреставрируем, но и закончим полностью проект. Надеемся тут и бурщаткой выложить, и устраивать свои какие-то школьные парады на Красной площади. Своя Красная площадь здесь видна из каждого соседнего окна. Зазевавшиеся ученики любуются ею на занятиях, а на переменах выходят во двор порезвиться и побегать. Тосеевской школе номер два в этом году исполняется 55 лет. В местном музее подготовили целую галерею фотографий прошлых лет. Почетное место в хранилище занимают и материалы о строительстве Кремля. Вот у нас есть специальная папка, где собраны материалы о том, как происходил этот процесс. Вот здесь вот такая вот фотография, крупная. Тосеевский Кремль и тогда, и сейчас является гордостью сельчан. Здесь, в школьном дворе, проходят самые значимые мероприятия. Если удастся найти деньги на реставрацию, администрация школы планирует возвести собор Василия Блаженного и Никольскую башню. И тогда местная достопримечательность приобретет законченный вид. Анастасия Мусина, Александр Шумилин, Енисей. Новости. На этом пока все. Следующий выпуск в 23.30. Через пару минут расскажем о погоде на завтра в городах края. Пока еще немного полезной информации.